привет зритель сейчас покажу с телефона что я тут собираюсь готовить и вот оно слегка измененное вот оно в кукпеле вот его как бы состав изначальный но мука не указана какая решила взять пшеничную еще у меня будет мука амарантовая потому что у нее до 16 ноября срок годности надо как-то ее уделать сейчас уж я решила сейчас вот это освоять вообще решила часа три назад еще я потом на рассылку на этот рецепт скину уже как бы при после монтажа в инфобоксе ну вот как-то ну так и кто тут уселся не ну ваще мёд я сейчас только что растопила на паровой бане кокосовое масло которое вот в этой вот штучке я растопила чуть-чуть раньше управляю с телефона хотя так тыркать привыкла но я до этого протестила как я тут что-то пыталась есть видно ли меня из спец сидела вроде как было видно по крайней мере сейчас можно будет это снова под затестить короче видно там я почитаю чё тут вообще меня так одолела мигрень я сегодня не уехала деревню как бы погода еще была нормальная при этом но что-то я вот собралась уже буквально там минут полчаса до выхода было собралась покушать меня так белые птички летают и я решила что у тебя в форме поеду и вот у нас тут дождь хотя обещали снег в общем два стакана мука пол стакана растительное масло я решила взять кокосовое хотя у меня есть подсолнечно с этим самом с оливковым 2 столовые ложки меда он у нас готов уже практически 250 миллилитров вода кипяченая теплая думаю что она уже как раз той самой температуры 1 чайная ложка сода и щепотка соли все это у нас как бы есть в миске смешать растительное масло в воду сахар мед и соль в общем сейчас мы нальем пол стакана растительного масла кстати масло сейчас буду использовать который я не обозревала но я его фоткала рой тай тут ничего по-русски нету тут вообще какая-то клинопись точнее практически весь стопроцентное рафинированное стопроцентное кокосовое масло рой тай в общем из таиланда это у меня было два из индии парашют это еще девочка дарила подписчица диляра и потом еще первый раз этот покупала но мне какой-то еще дарили пару раз еще до ютуба чисто такое для косметики и один раз я покупала майонез они еще делают даже не нижегородская какая-то там фабрика так вот я как чуть больше даже получилось если пол стакана это где-то 250 наверное по воде тут смотрю то 125 получается 150 теперь надо еще чуть-чуть подлить налила свела подлила можно лапки помазать вот теперь у нас тут пол стакана масла растительное масло воду сахар мед и соль а теперь момент вот мне нравятся рецепты на кухне все там вообще в идеале но не не есть такие люди которые всегда чего-нибудь да не укажут только сейчас заметила что тут не указано этот сахар сколько этого сахара лить я одной мадамой помню спрашивала в комментах писала типа уточнение но мне не ответили не сочти нужным либо не появляется я-то думаю это идеальный рецепт нету тут сахара ваще печать ладно попробуем чё будет лишь бы это не вышли как те сухарики которые будут назад сделала по рецепту из ютуба ну так еще и не домонтировала там еще кухпет какой-то был в смысле хапчик на камеру в общем растительное масло воду сахар растительное масло воду мед и соль я чую это вот у меня если выйдет нормально вот отдельный рецепт я сейчас это буду фоткать тогда еще заходку и процесс некоторые дают там своих рецептов особенно такие супер-пупер рецепты половину этих самых состава забыли уточнить точнее показать и ссылка идет на инстаграм по большей части на ютуб ой туды не падай ты мне еще пригодишься либо я не знаю сколько у меня там осталось этой муки амарандовой сейчас мы нальем сюда водочки масло это можно уже убрать еще мне нравится когда рецепт такой не точно но там уже куча таких вот кто приготовил и ни одного камента человека который как бы это ваял никто еще не готова только я медовые кексы печаль сейчас уже смотреть искать сколько может быть там цехера ну судя потому что тут написано короче я еще это рекламе лысо все равно оставлю может кто-нибудь там намекнет этой мадаме что тут не того тесто должно получиться как сметана вот и посмотрим получится не получится не получится добавленных семян да на мне футболка тонкого мира с формы 2010 году в начале года вообще где-то по-моему феврале она мне пришла я ее получила благодарность за помощь людям высокоростную за волосики за плюсики в репу я давно не заходила на этот форум он конечно наверное еще живой но он успел протухнуть прилично так по времени давно еще и местами напоминает минский состав товарищей с форму насекомых в общем воды я тут налила на ней плавают масляные кружочки мне человек сказал продвигать инстаграм я правда не знаю а развивать инстаграм это мне в личку там стабильно пишут продвижение продвижение еще какая-то взаимопомощь я как-то почитала эту взаимопомощь так это мне плохо стало немножко думаю это сколько у вас свободного времени которое кидать одевать некуда у нас носит масло тесто на кончик-то мне я в другой возьму стаканчик так эй ты лезь обратно так вода масло мы посложили теперь у нас мед и соль сколько у нас тут меда? меда две столовые ложки надо вторую ложку наставать и заодно стаканчик еще один еще один стаканчик мёд мёд и щепотка соли две столовые ложки мёда я сначала думала этот не как у меня засахаренный да сразу взять такую ложку а засахаренного обычно у меня берется полторы сразу ложки ну ложкой горкой а потом думаю ладно можно же и растопить все равно вода осталась в этом смысле освободилась вода после растопливания кокосового масла вообще такая мёда третий день хочу перевод сделать там буквально десять страниц тюнком ну чё то мне как то религия не позволяет ну ложку то надо как то обмыть так и щепотка соли правда у меня тут соль 30% всякий магний калий и прочая требуха типа такая полезная родственник посоветовала ему еще кто то посоветовал в Ашане продается не помню почем 350 грамм поробочка как интересно выглядит я это щас зафоткаю у нас там то ли соседи то ли алкаши какие то орут внезапно те масляные кружочки прям как икорка какая то надо к миске смешать а точно вот я как раз и смешиваю так главное мёд убрать а то ведь я эту ложку то могу пашечки получит люди кто не в курсе в мёд всуваете только чистую ложку мельхиорову серебряную деревянную и если вы её облизали некоторые друзья которые вот знают меня уже чёртся сколько лет знают что я знаю что я пчеловодная семья знают как этим как это делать надо и все равно вот свои мерзкие если у него так ба 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 в общем есть просто дебилы которым говори не говоря есть вот которые я не знаю чем они думают Вообще, мне еще так раздражает, когда пришел кому-нибудь в гости или кто-то к тебе пришел. А вот обычно кто-то ко мне пришел. Я к тем, люди, которые так делают, они меня к себе не зовут, либо я до них не дохожу. Вот в пиалочке варенье, да, или в банке варенье. И вот в пиалочку положили в варенье два типа, которые не в пиалочку лежат за вареньем, а в банку, если не успел убрать. И хорошо, если свою облизанную ложку там не оставляют. Еще более вариант, это когда у каждого своя пиалочка. Ну как бы и много не накладывает, все равно не дожрешь, да, и персональная пиалочка. И вот вариант, когда вот у тебя пиалочка, тебе дали пиалочку. И ты вместо того, чтобы вот ложку оставить где-то там рядом, ты ее оближешь со всех сторон и туда ткнешь. Естественно, это потом уже выкидывается. Перевод продукта. Муку смешиваем с содой, добавляем к остальным ингредиентам. Все хорошо перемешиваем, миксером. Ну, сначала мы первый пункт делаем. Первый пункт, второго пункта. Муку смешиваем с содой. Соль можно уже убрать. В этом бочонке изначально был мед от Гринмамы. Давно удавалось. В подарок за заказ под Новый год давалось. Так, сейчас мне надо взвесить эту хреновину. И узнать, сколько у меня там муки. Как она стоит везде, фу, 413 она в этих случаях. О, на 45 грамм было. Интересно, 45 грамм это сколько? Ой, мимо, мимо. Прямо тут сейчас эту соду смешаем. Так, чё это такое-то? Ложка с Украины, с моим именем. Скатерть из Тюменя, для моего имени. В общем, припадки. Из Тюмени. Ой, блин. Сраванная чайная. Я всегда эти соды как-то боюсь. Я раньше, когда делала всякий эксперимент. Свои от Балды, или там чужие, с купе, да. Или вообще с интернета какой-нибудь рецепт. Я всегда соды меньше добавляла. Мне казалось, что этой чайная ложка соды, это какая-то прям вот, ну, очень много. Дороги себя. Спасибо. Мне тут говорят, я тут что-то всё в руку. А выглядело оно как, если б не из вайбера писали, а из WhatsApp, а тут дозвониться дать них товарищей не могу. Тут все свои, а кто не свой. Ну, и хрен с ним. Так, нам надо смешать. Сколько тут этой соды-то? Чайная ложка соды. Два стакана муки. Чайная ложка соды. У меня хоть тут сода-то в отре, мне надо убрать на паузу и идти за этой содой на балкон. Ну, будем считать, что тут чайная ложка. О, ну, тут и та в цейной ложке. Эти два комочков можно убрать нахрен. Чайная ложка соды. Я её чё-то сниму. Так же, по-моему, на кушке было понятно, чё это. Чё это за мука такая нахрен-блин. Блин, блин. Хорошая коробочка. Может, мне чё-то нужно положить. Пакетик мы потом блоким. Орлайн-продукт. Фабрика. У них бы отличаются от других букв. Они не совсем правильно подобрали шрифт. Всё пудово. Причём бы тоненькая, а остальные жирные. Я как-то залипла на этот, на шрифт. Зашла в магнит. Да, магнит, вроде. А там, значит, этот, просто какая-то колгит была. Чай, причём, по-моему, магнит ещё на механке, который вал в парусах. И вот там этот колгит какой-то чай или что-то в этом роде. Такой шрифт, интересный был, по-моему, китайский, не помню, как называется. Но у меня он, короче, есть в фотошопе. Я так залипла. Немножко соды. Если вы поранили пальчик на руке, или руку, или на ноге, или типа того, или у вас какая-нибудь заноза, и вы не уверены, что вы её достали. Это мне вообще моя родственница посоветовала. Оказывается, это знает ещё один товарищ. И, в общем, делайте горячую воду. Так лучше не стерпеть. Чайную ложку на стакан или чашку туда кидаете. Ну, допустим, на такой стакан. Размешиваете, а потом вот так вот, сколько палец терпит, туда его опускаете. Можно даже так вот посекундно. И оно дезинфицируется. Если там что-то было, то оно вылезет. И вот вам счастье. Ой, я же забыла это. Я думаю, что-то ведь я не сделала. Забыла это. Парки сейчас на себя положить. Совочек, который делал дедушка. Вообще есть совочек, который просто совочек. Ну, такие, видимо, в Советском Союзе были наборы. Там какая-то палка, которой можно мешать мёд, ей удобно мешать мёд. Потом фигнюшка, называется вроде толкушка. Ещё такая же толкушка, но дедушка делал чуть побольше. И вот такая вот совочек. А ещё, по-моему, скалка. Но у меня вроде скалка другая, которую дедушка делал. Хрен это. Или две скалки. Как бы это аккуратно-то сейчас вот так. Не укренковать это чуть-чуть. В общем, ничего не нравится на кукпейде. Когда вот у них только вот началось, там, ну, год прошёл, ещё года не было, как я у них требовалась. Точнее, им года не было, как я у них требовалась. Чего-то, по-моему, сайт изначально было или о вкусе, или как-то так. Потом они, видимо, решили, я не знаю, до сих пор не понимаю, в чём там у них бонусы, владельцу этого кукпета, русского. Решили стать филиалом японское кукпе. Японское кукпе. Сначала это японский, отчёсает. Производство японии. Низапан. Нихон. Я раньше не знала, почему дедушка японцев называет нихонцами. А потом, когда узнала, было очень добавлено. Ой, опять мимо. Кукло. Короче, филиал нихонцев. И оно это. Там были как бы, ну, я сначала всё по правилам делала, типа, сколько времени, насколько персону, типа, этих порций, сколько, то, чё, пятое, десятое. Потом увидела, что там вообще от балды всё пишут, очень много от балды. Иногда вот такое, что один рецепт, я у троих людей видела. Кто кого косплеил, кого с кому не делал, вообще не поняла. Причём, даже человек, два человека, использовала чужую фору, фотку, там вот этот, водяной знак, короче. Ну, никак, ник водяного знака на фотке не соответствовал с тем, что на этом самом. И вот такие вот рецепты, где чё-то забыли указать, где чё-то забыли дописать, где чё-то вообще забыли. Иногда пишешь, ну, отвечают людей. Иногда пишешь, отвечают так вот, ну, как это ты не понимаешь, ну, будто это чё-то элементарное. Но по большей части не отвечают, и разрешено у них там постить без фоток теперь эти рецепты. Я не знаю, куда там эти отмены смотрят. Отмены, если вдруг внезапно это увидите и услышите. вы как-то нормально модерацией занимаетесь этих рецептов. Смотрите, соответственно, вот если один пункт не указан или наоборот не дописан, или как вот здесь вот сахар не указан, нахрен знает, сколько его ложить, ну, как-то, или намекните автору типа рецепта, ты чувак, забыл тут чё-то дописать, или уж вообще деликните. Я поняла, когда звук на вибро, то фоткается без звука. Такс. Могу смешать с содой и добавляем к остальным ингредиентам. Всё хорошенько перемешиваем миксером. Так, сейчас мы один стакан зафигачим муки. Думаю, можно уже такую штучку положить. Я недавно заметила, в чём прикол вот этой штуки. Ну, вот здесь, короче, выливаешь, да, а то, что она как бы вот здесь отсутствует. Когда я сделала этой штукой вперёд, то у меня всё попрыгало, полилось куда-то, чтобы на куличики в разные стороны. и второй. Там был липкий нот. Там был липкий нот. Видите, какая. Я туда не ловала. Ох, блин. Мне кто не скажет, хрен, да, ты тут уже лучше на мигрени таблетку не ешь. Да, не ем. Она такая вот, ну, не помогает таблетка от такой мигрени. она как-то переселит, куда-нибудь не будет эту муку, потому что я хочу проверить, если полностью без горки этот совочек достать, то он действительно эквивалент стаканчика. Линет. Второй стакан. Можно убрать. Надо будет вставать миксер. Да, кстати, забыла показать. Потом я отдельно может обозрю. На масле с этим, с кокосом вот такая же штучка была, как вот в этих обычных маслах и номер тут 125. Прикольно так. что я делаю называется. У меня такая дурацкая песня в голове крутится. Я даже не помню, где я ее увидела. Переуслышала. А еще не это. Зас начала вставить. И вот тоже не сказано сколько вот это взвалтывать, вмешивать. В общем, все хорошенько перемешиваем миксером. Тесто должно получиться как сметана. Ну что, начнем. может надо было другой хреновиной-то. Если сюда еще сахар положить, это вообще трендет было бы. Как оно у него до состояния сметаны становится. что-то мне кажется сюда надо из ковады. Не будет ей фотки сделанной. вставить. Типа как приготовленная. Это у нас 150 миллилитров воды. вставить. Готови. ковады. Готови. Готови. Вставить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, надо этой ложкой с частицей даться успею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, еще туда меда херокнуть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или все же этот стаканчик сахера? Или меда? Блин, лифкая штучка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антиреклама. Плохим рецептом на Купед. Я антиреклама Купеду, потому что... Ну, как так вот? У меня какой-то рецепт, помню, Модор написал. Вы знаете, я проверяла, случайно отправила в ченнельке. Опубликуйте. Я думаю, неужели там что-то не так? Значит, у меня случайно отправила. Ладно, хрен с ним, ты проверяла. Но тут-то... Как они вообще-то проверяют? Не читаешь, что ли? И еще одна столовая ложка меда. При монтаже буду записывать рецепт. И еще одна столовая ложка меда. Ой-ой-ой. Ну, давай уже как-то откапывай. Давай хоть капать. Копать хочет. Забыл, что можно сделать вот так. Так как мы ее не обрезали, и она чистая, пусть пока тупая. То мало ли что. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я в кукпет, по-моему, еще не заливала, но в черновиках висит. А вот тогда мне знаю, кидала или нет. Но вайпер, кажется, подписчица скидывала. Чтобы оно не капало мимо. И теперь нам предстоит... Обновить формочки. У меня заранее застеленная фольга. Так. Но нам уже не надо. И если первый год я частично писала нацепись. Вообще сначала думала, какие-нибудь физические рецепты делать. Как-то у меня самый первый рецепт. Потом, ну, потому что вроде как-то, может, первый марафон. Надо в глазканах плыть до... Чуть ли не чаю попил, как вы его заварили. Второй. Я уже как-то более... Внятно делала этот... Марафончик. То сейчас вот уже как-то так конкретно пастю. Ну, потому что вот знаю, что я это буду скорее все повторять. Мне как-то в своей рецепте уже делаю уже повторно. Прямо как с Ютубом все было. Так. Готовое тесто раскладываем под форму, но не до полна. Так как тесто хорошо поднимается. Да, я помню, как-то что-то положила. У меня еще такая не силиконовая формочка. Такая вот металлическая какая-то, там, я знаю, как промасливать, наверное. И я что-то не подумала, что если шарлотка, допустим, этот бисквит, он в большой миске печется столько-то, то отдей буквально 10 минут в этой формочке. Она у меня так это почти угольком стала. Сухариком. Духовку разогреваем в 200 градусов, выпекаем в кексы 15-20 минут. Приятного аппетита. Валяйте. Так. Сейчас в маленький формочку обновил. Помашку-то закрыть. И можно обратно включить делу. Что у меня же с формочкой обезьянкой? Браво вам! Ну, офигачься. Ну, я как нормальное такое по консистенции. Ой-ой-ой, много-много-много. Так вот, я к чему. Я там тоже когда налила, не подумав, что оно поднимется. Не обновила на камере, умеру коврик, без камеры делала. Так вот, я эти обновлю. Так, мне надо, наверное, еще пустынку делать. Так, пуфеточка. Так, пуфеточка. Пуфеточка. Может быть, когда этот сейчас... Вот так делаем. Ну, оставайся. Эй. Эти не пицуют. А сейчас надо обратно открывать. Да, мы туда положим эти штучки. Ой, блин, как мне вас теперь положить. Перетекли с децил. Только, пожалуйста, не утеките. И вот это мы засунем в обезьянку. Чувствую, у меня будет лишнее тесто. А формы, чем больше не вам. Вполне себе так на тесто засмахивает. Блин, может, у меня есть какая-нибудь штуковина? Ну, в крайнем случае, потом этих мишек засунут лучше. Тут уже ставить-то некуда. Нет, наверное, не получится. Они же этот... Как оно подниматься же будет. Ладно. Первый, блин, пошел. Мы поставим на 200 градусов, на 15 минут. Главное, чтобы она не группировала, как в прошлый раз. С этим временем, перед движением. Я пока достану этих мишек. Замаслую чем-нибудь. Вон, тамишки у меня. Это чистая штучка. Не буду брать. Фигня, которую я как-то на зоне покупала. Я даже, по-моему, обозревала. По-моему, тут... Ой, неужто у меня тут это подсолнечное с авокадо маслом? Хреново знает. Или оливковое с подсолнечным? Или просто подсолнечное? Такие маленькие кумочки. Прямо от этих малок. Ой, много масла вывезло. А, у меня же есть просто такая тисточка. Можно еще с удовольствием прокурить это все. Я, правда, не уверена, что мне тут этого теста хватит на все. Ну, вдруг. Пойди, побольше. Пойди, побольше. Рысовая мука, горышневая мука, гороховая мука. Знаю, что-нибудь для нее свое есть. Там какие-то веганские конфеты. Но я рассчитывала, что веганские конфеты быстрее выставлено маслом. Но там внезапно оно есть. Не, я в курсе, что есть веганы, которые совсем веганы. А есть те, которые, скажем так, нормальные веганы. Но я стараюсь веганское масло все-таки не жрать. Во-первых, потому что... Нет, у меня в трассе оно есть, 140 грамм лежит в морозилке, чтобы не умерло. Потому что у меня есть рецепт в течение, в котором вот это масло есть. Я просто его не покупаю, но у меня умирает в нынче времени. Но не успевает сожраться. Точнее, но почему-то очень быстро умирает. Но не хочет там месяца два-три лежать. А в малом количестве его почему-то не продают. Завтра, по ходу дела, хватает. Ну, если так вот не до конца заполнять. Я еще надеюсь, что он действительно все хорошо будет. Селиконовой бы еще какую-то кормочку. У меня вроде какие-то были, но они, по-моему, уже это... С мылом. Ну, в смысле, на мылом ушли. Еще какая-то была. Я в ней какое-то вроде даже... Жаре, что ли, сделала. А хрена знает, где она. Лишние капли. Не знаю, по-моему, она ни хрена не поднимается. Ну, что-то баба еще что-нибудь забыла там написать. Ну, раз ни хрена не поднимается, даем. Ну, у меня хоть не заело, двигается. У меня тут был грюк весной, наверное, и тут недавно. Ставишь на 10 минут. И оно идет нормально. А ставишь, вот вроде повернулось на 10, но надо как бы вообще на 3. И возвращаешься какое-то время на 3. Вот у него идет грюк, и оно у меня 25 минут сухарики делало. Ну, они как бы не настолько... Ну, как бы они сухарики, но, конечно, не угольки. Но все же, такие негритята практически. Ну, как бы они сухарики делали. Ну, как бы они сухарики делали. Всякие разные звуки, услышал, что ты зритель, пока тут оно все делается. Стой, давай, не падай. Я уберу, мало ли что. Ну и там ничего не было, сказано, что ломочки силиконовые надо промасывать. Надеюсь, что не надо было, ну, действительно не надо было промасывать. Узнаем, как лучше. Я что-то как-то надела. У меня просто как-то что-то тут осталось внутри этой силиконовой макаки. Ну, наконец-то, я уже думала, что это, ласты решила склеить. Так-то вроде пахнет съедобным. Может, мне как-то это и... Где у меня вторая эта штука? Эта штука не достанет. А вот она. У меня холодильная штука. А вот она. О, дьявол, не спошли на нас свою благодать. Я про того дьявола, у которого сотана женщина. Если что. Пусть оно испечется и будет нормальным. Повторяем это на 20 минут. Так, как-то тебя надо... Куда-то на что-то поставить. Пакетик еще, пока. Внизок они, по ходу дела, достаются. А куда мне тут хрень поставить, она горячая. Погрей табуретку. Поставим на 20 минут. Погрей табуретку сразу. Так. Нужно какую-то тарелочку, наверное, подвесить. Печерочку, наверное, надо было собереть, а у меня есть термос. В нем есть по баллу. Ух ты! Ух ты! Оно правда вывалилось. Круто! То есть в силиконе можно запекать такое, но не это. Ну, короче, нормально все. Печерочку. Чай-то запуткую. Значит, такой интересный смакивает. Надеюсь, это тоже пропеклось, а не только та полосочка. Человек что дарил Должен знать Что я обновил Так, а теперь это надо как-то нам Во, ну я поняла, что похоже Медовик по вкусу Где у нас чашечка Хотя обезьянку то наверное надо было на 25 минут ставить Я поначалу что добавлю Что ять Ять буква какая-то там Старославянском На Старославе короче говоря 100 букв ять Горячо Не сильно горячо Но как-то очень густо Что сюда нальлось Так Медовик Наверное ему надо подождать пока оно остынет Таненькое такое Так что следу вроде ничего Подождем Подождем когда остынет Из-за того что я не знала сколько у нас сахара Который внезапно там есть В рецепте с мадам Им всего 4 столовых ложки меда Я хочу сверху положить немножко варенье По-моему это Ой-ой-ой-ой Сливовая Да Оно еще на мое счастье в этот раз Ласта не склеило Ну в смысле у меня тут был Варенье Желейки и прочее Доварили хотим перевариться Кажется это слива у меня без этих Безернышек Наша слива Наша слива Начинаю ее потом попробовать будет В смысле слива моя деревенская Один-два куста сливы сажал в поединке родственников А другие два куста сливы с самосилом А может быть я их сажал в дедушку Хрен их знает Эти сливы Я была уверена Пока они не созрели что это тер Теперь кто-то гуляет День граненого стакана на выходной что ли Я тут один откусила Он такой интересный напоминает Может быть еще за счет муки аппарата Ммм Нормально Можно даже с чаем прижима не попить Не дай ожидать зимы Ммм Может конечно потому что оно еще горячее Но кажется таким сыроватым Но когда дойдет до кондиции я поставлю еще на 10 минут эту макабу И судя по тому что оно не поднимается Я потом поставлю к 10 минутам Мишу Знала бы что оно не поднимется Сделала бы сразу за два раза За разное Подносика то у меня нету больше По крайней мере большое ушло бы за два раза Выдывает это Ну вот я его как-то так вот Я думаю надо черного чая смотреть В общем вот так вот оно вышло С мукой из амаранго С обычной мукой на воде на кокосовом масле Ну в общем у нас там было 400 миллилитров воды 2 стакана муки 4 столовые ложки меда Прошло годнего кстати Потом Не знаю рука у меня сейчас сильно дрожит Последние ролики которые снимала на телефон У меня там какой-то такой сказочный тремор Снова Ну может и замедлили Короче чайная ложка соли Щепотка соли Пол стакана кокосового масла 400 миллилитров теплой воды Копюченой В скобочках И 45 грамм амарантовой муки И остальные До двух стаканов Этой самой По-моему Сколько там в стакане муки Муки в стакане 150 грамм 150 грамм Значит ты 105 плюс 150 грамм Пшеничной муки И вот такое вот оно последует Те кексы я уже схомячу На горячее Сейчас это как-то Вряд ли сможется достать В итоге этот Ну где-то минут 35 Был Чем-то надо закрыть его Как-то его тут сейчас Вытряхнуть надо Вот не знаю Что с морточкой не так Но И с женщиной оно Быстро вынимается сразу А из морточки почему-то Видимо все Не вынимается Ой блин Зря сказала Что все не вынимается сразу Наверное надо было подождать Когда остынет Потому что оно вынулось Горячее Но не все Короче Ай горячо Зритель Ты можешь сказать Практически видел все Да Вот так вот всегда из нее Даже которая Уже остывшая Холодная Оно все равно не вынимается до конца В чем прикол Мартышка садула Наверное надо было подождать Когда остынет А я потом Остывшая сфоткаю Наверное в инстаграм В общем пока Зритель Когда Делаешь что-то По рецепту В кукпеде Внимательнее читай рецепт А то Вот случится Как у меня По скрипту Вот оно вблизи Неоправданный рецепт Совершенно Медведь